АПОШНЯ НАВИНЫЙ ГОМЕЛЬЩИНЫЙ У МАТЕРЯЛАХ КОРЕСПАНДЕНТОВ ТЕЛЕ РАДОЮ КАМПАНІЯ ГОМЕЛЬ У студии Наталья Игнатенко, вітаю вас. У Гомеле пройшло областное свято наставников, выставы работ педагогов, узнагороды у разных номинациях и концертная программа. Який он сучасный наставник? Высвятлял Олег Синцерову. Быть педагогом призвание, гэтая слова, могло повторить не одно поколение наставников Гомешны. До речи, у нашем регионе, якосной по тем часе адукацию, отрымливали яще у середней вечи. Наприклад, у коллегии Юровицкого монастыра. Сегодня у системы адукации в области прасуют больше 60 тысяч человек, половы за яких непосредственно наставники. Перечим, як высветлился по час областного свято, шмат кто за их мая еще и цекавые захоплений. Некто, например, створая археологичную коллекцию, некто сбирая минералы, а некто – генины посуд. Одна из самых цекавых коллекций у Натальи Ситьковой. По-первых, это коллекция песочных одзинников, у некоторых за яких час тяче, у «Одворотный бок». А по-другому коллекция глобусов, глобусам Украины. Оказывается, истинные и такие. Хоть гонориться наставникам Гомельской области можно не только своими коллекциями. Все это организаторы свято продовлетели шерох номинаций, перомоста яких люди саправды уникальные. Наставник у фронтовой гимнастерцы для ветерану педагогичной працы. Молодый наставник для тех, кто не глядит, чем взрослый, уже достигнул наших поспехов. Наставник немецкой мовы середней школы номер 49 города Гомеля Денис Шинкевич добра ведая, что все дети одоранные и талиновитые. Головное выявить к этой якости. Главное я учу чему? То есть главным навыком является говорение, восприятие речи на слух. Это очень важный момент. То есть дети не должны учиться писать, читать. То есть это в любом случае обязательно. Но главное, чтобы понимали иностранцев и умели высказывать свою точку зрения. Кажут, что наставник – это не профессия, а лёс. А тому и стать им можно не кожным. По последний час на Гомельской створили целую систему пошуку и наступной профессиональной подрактовки наставников. Работа начинается еще подчас учебы в школе, что у вынику дозволило не только вырвать кадровую проблему, но и узнать региональную систему адукации на новый уровень. Рассказываем ребятам, да и они сами видят, чем занимается учитель. И после окончания среднего учебного заведения, будь то лицея, гимназия или обычная школа, ребята имеют возможность получить целевое направление для поступления в педагогические вузы. После окончания они возвращаются на свою малую родину. Поэтому проблем у нас по подготовке кадров особых нет. Глобальных каких-то изменений у нас не планируется, а плановая работа по подготовке кадров будет проводиться и в дальнейшем. Алексей Чаров, Валерий Капанько, телерадокомпания Гомель. У Гомельским вытворчим лесогасподарчим объединения гучили планы по открытию уласной сетки агросядиб для массового отпочинку жихаров и гостей в области. Их будовництво будет вестися за кошту ласных прибытков лязгасов. Наши корреспонденты подекавилися, чем плануют привабить наведвальников работники лязной господарки. Это агросядибы сами работники Глены называют домиками поляуничого. У Гомельским лязгасе его побудовали довольно худко. У Кастрышнику минулого года заклали подмурок. У вересни этого приняли первых гостей. Кажут, что уже сейчас заказы есть, а маль на два месяца наперед. Правда, по куль это основно некие урочистости по выходных. Вызначить, каким чином загрузить агросядибу в последние дни, задача на ближайшую перспективу. В уголе у лязгасе мкнулись выконыть усе пожадания, которые выказывают агро-турысты. И навыд у леса створить максимально комфортные умовы. Улечили навыд селетнюю ситуацию, калі значную часку летнега перейду на ведвайне лесу было категорично заборонено. Агросядибу такі перейд не зачынять, але з людьми адповедную работу провядуць. Если человек выписал этот домик охотника, то, соответственно, работник лесхоза проведет его на домик охотника. Здесь у нас постоянно находяться сторожа, которая будет следить за порядком, и никаких препятствий, даже пожароопасный период не будет. Час, празяки окупятся лесные агросядибы, у Гомельским вытворшим лесах с подарчим объединением не агучуюць. Справа кажуць новая, і необходно улешыць усе окалічності. Але вопыт інших агросядиб свечыць, калі займацца імі на професійному зроўні, прибыток будзе обовязкова. Інша справа, што разым со створэннім великих комплексов, скотэджами, лазнями, дзятшыми городками і альтанками, для проведення тых же веселлю і корпоративных вечаров, необходно будаваць і більш стіплэй сідибы. Такі планы ўжо ёсць. Очень много людей у нас, і не толька в Гомелі, і в других районных центрах, хочаат выехать на природу, особенно семьями. Паэтому мы сэчас будем планироваць создання таких небольших, можэ, этих домиков, на семью, дзята два-три чалавека. Алешин Чуров, Ольга Канавалова, Ёген Макеенка, Телерадоакампанія «Гомель». Размова об перспективах развіця лясної господаркі Гомельской області пойдзе сёні ў чарговай праграмі «Дыялог» Телерадоакампанії «Гомель». Гостім студы стане генеральны дырэктор Гомельскага дзержаўнага вытворчага леса господарчага біаднанні Михаіл Супрун. Праграма выйдзе ў эфір на телеканалі «Беларусь-2» у 18 годзін 10 хвірін. Онлайн-трансляція даступна на сайте Телерадоакампанії «Гомель» www.tvrgomel.by Свае пытаўні гостю праграмы вы можыця задаць па таліфанавшы па нумары прамога эфіру «Гомели» 77 68 45. Обовязковая сертифікація імпартных товаров ўжо ўдзеяні. Ёе затвердзіла 666-я пастанова Савета Міністраў. Згодна з документам, прадукція падлягае експертызі ў Беларусі навад пры падтверджані якасті ў країні вытворцы. Завершэны выгляд новаму правілу надала пастанова нумар 47. У яе ўнеслі паўны піралік прадукція, якая мая патрэбу ў сертифікаціі. У гэтым спісі дзіцячыя тавары, бытовая хімія, мэбля, будавнічыя матырялы, шырах найменіў тэхнологічнага абсталявання. Усяго 10 пазіцій. Пры гэтым пастанова незакранае тавары ў секонд-хэнд і большасть тавары вырабленых на тэрэторіі Мытнага Саюза. Но, ёсць група таваров, каторые праэзводзіцца в Таможэнам Саюзе, на каторые нормативно-правовой базы ёсчо не апрэдзілена форум падтверждзіня саатвістыя. І в эту групу папалі строительные матеріалы, например, обои, кераміческая плитка, попала пасуда, в том числе, эмалированная, то вот на эту групу тавара, даже несмотря на то, что оно выпускается в стране Таможэнного Саюза, на эту групу всё равно нужно дзелать государствено-санитарно-гігініческу експертизу. На працэдуру адводзіцца два тыдні. Аднак, при повным пакеці документав заключэнні могуць выдаць ўжо на наступны дзень. А трымаць яго ёсць макчымасцю обласным центры гігієны, эпідеміологі і грамадскага здоров'я і чатырох регіональных центрах. Падрабязну консультацію пагэтым пытанні можна трымаць па нумры телефона 75 0153. У фае Гомельскага кінотеатра имя Калініна адкрылася фотовыстава беларускага таліграфнага агенства «Суверэнная Беларусь. Эпоха досягненнів». У экспозиції архівныя і сучасныя фотоработы, які адлюстровуваюць змяніні Україні за опошня 20 годів. Наші корреспондэнты ознайоміліся з проєктом. 50 фотосдымкав, які адлюстровуваць масштаб пірамен у Беларусі заадносно невіалікі гістарышны піры. Чорно-белая, зробленная ў 90-х, і каляровая, сучасныя. Выстава ориентавана на наведовальніка у розных узростов. Для молоді гэта махчыма издається об тим, що їм розказували батькі. На тварах ніяких, правда, і зараз бачна сумнення. Не ўжо так було. Калі на вулицах населенних пунктів парадок, а у крамах выбор на любі густы, гэта усприймається як належне. Тяжко поверить, що не калі для набыця самих необхідних продуктів харчавання поліці літоральна брали штурмам. Снімок мясокомбіната, відкриття магазина, стільки людей, потому що талонний, їсть було нечого, за дінгі нічого не купиш. І завжди сравніваєшся, як сьогодні, як сячас. Сьогодні можна посмітріць, спомніть, як було і як стало. В області, в страні, як ми стали жити. У вуголі для проєкта «Суверенная Беларусь» епоха досягнення. У беларускім таліграфным агінстві одобралі 200 фото здымків, але у перасовнім варіанці їх 50. Прамысловості, сільська господарка, транспортна, інфраструктура і навука, медицинна і узбройнаї сілы. З дымки одлюстровуюць не тільки усе сферы життя, але й досягнення, які відбулися у їх за два опошні десяти годі. Обстановчих зрухах, дарайші можна меркавати, патварах людей, які трапили об'єктию. Фотокорреспондент Белта Сергій Холоділін Парауновуе. Сьогодні я не зусі менші. Люди були мешкозлоблені, ну так, німножко, скажімо, потому що жилось плохо і тяжеловато. Тепе гараздо проще. Народу добрий взгляд, добрая глаза, у людей добре відношення к работі і к окружаючим. Олег Сімцюров, Максим Савін, Дмитрий Радзянка, Телерадио, компанія Гомель. І гэта була пошні інформація випуску. У студії працавала Наталі Ігнатєнка. Усяго вам добрага і до нових сустріч у ефірі.